С оглушительным соседством жителей этого барака в деревне Хотетово мирились долгие десятилетия. Эти люди ближе лески прожили жизнь. Стук колес почти колыбельное. Но в прошлом году, когда РЖД проложили здесь еще один путь, стало не в моготу. У меня под посудой, под каждой тарелочкой стоит, лежит салфетка. А иначе хоть танцуй музыка играет. Шум, говорят, Хотетовцы, стоит такой, что хоть уши затыкают и кивают на первую жертву. Анна Прохоровна слух окончательно потеряла как раз в прошлом году. Сейчас поездов не слышит, но чувствует. На постель не жжи тут дрожить. Я даже на лавочку на ту села, приду, сяду, товарная идет поезд, и подо мной она вот так вот скачет. Нам громко возмущается местная под Кузьмилой Олимпиада. Слишком уж решительно взялись железнодорожники за дело на этом участке пути от Москвы до Сочи. Я начала ругаться, тут поставить, тут еще хотели какой-то столб поставить. Я на столбу тут вот сидела, бастовала, не давала больше ставить. На помощь местным пришла транспортная прокуратура. В итоге ЛЭП железнодорожники перенесли. Заодно попытались убавить громкость. Отгородили дом от железной дороги трехметровым забором. Не помогло. В ходе проведенной в 2013 году проверки, в том числе были вновь измерены уровень шума от источника, а именно железнодорожного транспорта, было установлено, что превышение все-таки имеется, и оно существенное. Тряска и зона высокого напряжения – это не единственное, чего боятся местные жители. Больше они переживают за то, что если здесь пустят Сапсан, то и хрупкий домик просто-напросто разрушится в потоках ветра. Ведь скорость этой железной колесницы достигает 200 километров в час. Мысль пустить через хотетого Сапсан была, признают железнодорожники. И успокаивают. Сапсан временно отменяется, а вот с шумом придется мириться. Как бы не так, возмущаются хотетовцы и намереваются железнодорожниками судиться. Дескать, расселяйте дом, а потом шумите в волю.